добрый день мои друзья подписчики и гости кто сегодня впервые зашел на мой канал сегодня продолжаем шить рюкзак это материалы необходимые нам будут на при работе подкладочная ткань плащевка клапан над которым мы работали в предыдущих видео темно-синие витки дублерин ватин стропа два с половиной сантиметра шириной молнии метражом бегунок на молнию и наконечник на молнию и 2 рамки с ограничителями они тоже шириной два с половиной сантиметра еще я здесь забыла показать вам две кнопки с на магнитах они тоже нам про понадобится в процессе работы вот я скроила ткань плащевую ткань предварительно продублировала в качестве наполнитель наполнителя положила ватин и основа у меня хб ткань еще хочу обратить ваше внимание девочки на то что я скроила ткани больше чем было заявлено выкройкой если у нас габаритные размеры основы рюкзака заявлено 73 сантиметра на 37 вот плащевку я скроила больше этих размеров 40 на 80 а ватин и хб ткань взяла даже больше этих заявленных размеров следующий этап мы должны все три слоя ткани скрепить булавками в процессе стежки нам понадобится двойная игла верхний транспортер линейка и чтобы упростить работу я под углом 45 градусов наклеила малярный скотч когда я проложу первую строчку потом уже малярный скотч будет не нужен я его удалю а буду ориентироваться на эту строчку и продолжать стягать нашу ткань вот что у меня в результате получилось обратите внимание что ткань немного повело поэтому то что мы брали предварительно с запасом все три вида ткани очень даже оправдана основа рюкзака готова я строила с припусками на швы и отметила центры также подготовила жесткую стропу хочу ею укрепить донышко рюкзака вот такой получился результат еще хочу обратить ваше внимание на то что я брала припуски на швы один сантиметр а стропу пришила на два сантиметра от края так проще думаю будет работать потом уже когда буду собирать весь рюкзак теперь переходим к клапану так это выглядит с этой стороны вот так вот с изнаночной стороны с этой стороны мы его я вот вырезала уже из плащевки клапан я его должна продублировать сейчас вот продублирую вырежу и потом уже окантую окантую вот такой вот косой бейкой с одной стороны я ее вот так вот про утюжу теперь на этом этапе надо поставить куда-то вот эти кнопочки значит вот две кнопочки и я буду сейчас вы помните вот эти у нас вырезанные были кусочки я одну из них укреплю вот сюда и сюда место для кнопки отмечаем карандашом а потом делаем маленькие аккуратные надрезы после этого берем кнопку и вставляем в маленькие надрезы с обратной стороны нам надо одеть специальную шляпку а два усика которые у нас торчат надо разогнуть в разные стороны таким образом мы закрепим нашу кнопку кнопки на месте теперь можно приступать к окончательной сборке нашего клапана идем к машинке косую бейку пристрочила теперь надо ее вывернуть на изнаночную сторону и приметать вот что у меня получается с лицевой и изнаночной стороны теперь я хочу пришить с изнаночной стороны косую бейку по тайными стежками если видео было вам полезным ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал друзья